Если их будет хотя бы трое, то это будут совершенно разные понятия. Одно понятие будет, что каждый получил хотя бы одну энну, если их всего это. То есть тут вопрос, что такое честность, что такое честность делёшь, что это гибрид. И вот это можно уточнять разными способами. Если пропорционально делёшь, это когда каждый получил со своей точки зрения хотя бы одну энну, каждый из клиент-участников получил хотя бы одну энну. А более сильные условия это делёшь без зависти. Делёшь без зависти. Это ситуация, когда каждый считает, что его кусок самый лучший. Что он никому не завидует, что кусок любого другого хуже, или, по крайней мере, не лучше, чем его собственный. Каждый считает, что его кусок не хуже других. И уже для трёх это не одно и то же. Потому что, например, 100% можно поделить на три части вот так вот. 40%, 35% и 25%. И это с точки зрения, например, того, кто получил 35%. Да, 35%, как вы, наверное, прекрасно знаете, больше, чем одна треть. Но, тем не менее, это меньше, чем 40%. С одной стороны, он считает, что он из них получил больше, чем одна треть. Но, тем не менее, кто-то ещё получил ещё больше. И он будет завидовать вот это. С другой стороны, ясно, что если делёшь без зависти, то пропорциональность будет. Потому что, если в сумме 100%, то максимум из этих 100% будет хотя бы 1m. То есть, если мы 100% перенимаем частей, то максимум из частей будет хотя бы 100% делить на n%. Поэтому из нижнего вверх не следует, из нижнего вверх не следует. Хорошо, значит, вообще, если какие-нибудь вопросы возникают, то задавайте походу. Нет, вообще, ещё это не доказали. Потому что 40, 35 и 25 – это же непропорционально делёшь. Нет, это с точки зрения второго. А с точки зрения первого, ну, с точки зрения первого, мы уже так же, например. И он, когда мы уже завидим. А вот с точки зрения третьего будет вот здесь, например, 35%. А здесь, например, тоже 30%. А здесь 30%. А, то есть, тут важно, что вкусы не совпадают. Вкусы не совпадают. Поэтому то, что второе считает, что третьего меньше 1,3, это ещё не значит, что третье считает, что оно меньше 1,3. Да, что, может быть, как раз второе изюм не любит, а третье изюм не любит. И третье достаточно как раз кусок с изюмом. Вот пример, когда делёшь с завистью, но пропорционально. Да, с завистью, но пропорционально. А кто кому завидует? Второе. Второе. Передискли вот так, а то второй первое не завидуют. А третье первое не завидует, то есть третье всё равно. Ну, конечно, можно и поменять на что-нибудь. Нет, в втором случае. А мне тут следующее, что... Так, давайте наших персонажей каким-то издалём. Например, Алена, Борис и Виктор. Соответственно, а этот получились три куска. Вот, с точки зрения Алены, первый кусок 40%, второй 35%, третий 25%. С точки зрения Бориса точно так же. А вот Виктор не так считает. Виктору третий больше нравится. Третий и первый нравятся одинаково. На третий и пять процентов, а второй чуть художе. И тогда получается, что с одной стороны, каждый считает, что его кусок больше, чем 33,3%. Поэтому выполнен потенциальность. Но с другой стороны, Бориса любит Аленя. Потому что Борис считает, что кусок Алены ещё больше. Ну что, этот пример понятия надо? Да. Хорошо.